Приветствую всех на канале Notic! Ранее мы уже рассматривали игровые ноутбуки начального уровня на примере Acer Nitro 5 и Asus TUF Gaming A15 Но то были ноутбуки на базе видеокарты RTX 3060 А что же там с RTX 3050, которая не так что давно вышла? Ну, я решил узнать, что по производительности и для этих целей выбрал ноутбук для обзора Это MSI GF63 Кстати, я какое-то время назад делал обзор конкретно в 2019 году делал обзор этого ноутбука еще на базе 9-го поколения процесса и на видеокарте 1050Ti Я оставлю ссылку на обзор в описании Сходите, посмотрите, я смотрел, много смеялся Заодно можете узнать, как сильно выросли или стали хуже мои обзоры ноутбуков Так вот, вернемся к этому ноутбуку Здесь установлен процессор Intel Core i5 10-го поколения, но 6-ядерный Такие чипы мы еще не рассматривали, насколько я помню И 40-ваттная версия видеокарты RTX 3050 Долгое вступление, так что давайте начинать Все характеристики ноутбука у вас на экране Отдельно скажу про оперативную память У нас установлена одна планка на 8 ГБ Всего 100-дим слота 2 И тут забавный момент, потому что сама планка с частотой 3200 МГц Но, судя по всему, материнская плата максимум в виде только 2933 МГц По крайней мере, в тесте AIDA выдавалась именно такая частота Есть еще место для 2,5-дюймового накопителя Если вы смотрели распаковку этого ноутбука, то увидели, что в комплекте входит специальное крепление для 2,5-дюймового накопителя И у нас установлен еще SSD накопитель от компании Micron, 512 ГБ Средней шестроты, но средней со знаком плюс Что ж, давайте закрутим этот ноутбук обратно И давайте посмотрим на внешнюю часть лэптопа Крышка дисплея и рабочая панель сделаны из алюминиевого сплава шлифованного Который очень сильно притягивает следы от рук От 50 пальцев на нем остаются вот так Придется протирать постоянно Что касается клавиатуры, то у нее довольно низкий профиль Я бы сказал средний низкий профиль Но, в принципе, она окей для набора текста и для игр Светодиодная подсветка есть, она красного цвета, она трехуровневая Пару слов про тачпад, он небольшой, он не очень закреплен Поэтому я больше часа времени использовал ноутбук в паре с мышкой Еще пару слов о портах, наверное, можно сказать Порты разнесены по трем сторонам здесь То есть право и слева вы видите все уже на ваших экранах А вот HDMI порт находится сзади Я еще в прошлый раз удивлялся, почему не сделать было больше портов сзади Но там физически невозможно, потому что вот так выглядит система охлаждения И просто не вывести Теперь поговорим о дисплее У нас установлена матрица IPS уровня с разрешением FullHD И частотой обновления 144 Гц Она покрывает 66% от этого пространства с RGB Что эквивалентно примерно 51% по Adobe RGB Что касается яркости подсветки, то заявлено на 250 нит В реальности получается же разброс от 225 Это самая темная зона на самом деле Дисплей все остальные сильно выше, можно посмотреть на сетке И максимальное, что я увидел, 264 нита Пару слов о звуке Здесь установлено два двухваттных динамика Звук дают неплохой на самом деле Но я пользовался этим ноутбуком большую часть времени в наушниках Но если вы хотите просто посмотреть кино, потоковые видео Там, не знаю, общаться в скайпе и так далее То его будет более чем достаточно Тест встроенный камер микрофона Здесь довольно широкий угол В принципе, качество картинки меня более чем устраивает Микрофоны тоже неплохо пишут Ну и в целом камера соответствует уровне устройства Но хочу сказать, что она хорошая Автономная работа ноутбука осуществляется благодаря Аккумулятору емкости 51 бат в час Тестировал я, как обычно Я поставил яркость дисплея 200 нит Отключил подсветку клавиатуры В Dragon Center поставил режим Super Battery В Винде улучшенная батарея Браузер Microsoft Edge И там запустил ролик на YouTube в Full HD разрешении По прошествии трех часов осталось еще 32% емкости аккумулятора Значит, у вас он проработает, ну, где-то до пяти часов это точно Ну что ж, давайте теперь перейдем, наконец-то, к синтетике Посмотрим на бенчмарки Там видно, что TRTX 3050, по крайней мере, в 40-ваттной версии Она не так уж далека производительности от 1650 Если судить непосредственно по бенчмаркам Да, где-то она лучше, где-то она примерно то же самое производительство дает, что и 1650 Ti Я, если честно, надеюсь, что 3050 не Ti версии Обычно 35-50, даже в 40-ваттной версии будет чуть лучше 1650 Ti Но пока что это не так Если говорить о ноутбуке 1660 Ti, и даже в Max Hue версии Та будет значительно производительнее, по крайней мере, этой версии 3050 А теперь давайте перейдем к футажам из игр и профессиональных приложений Сразу дисклеймер Все они запущены на пресете максимальный перформанс Без включения функции Cooler Boost О ней мы поговорим чуть позже Начнем мы с Assassin's Creed Valhalla Эта игра запущена на средних настройках Потому что, если поставить настройки выше, вы упретесь в доступный объем видеопамяти Поэтому средние настройки Получается, что процессор прогревается до 73 градусов В среднем получается примерно 3,2 ГГц на процессоре Видеокарта держит примерно 1700 МГц частоту И греется до 80 градусов В среднем FPS бенчмар показал 54 кадра Следующая игра это Red Dead Redemption 2 Запущена на вот таких вот настройках И при таком режиме получается, что процессор в среднем держит чуть выше 2,6 ГГц Но почти всегда 2,6 ГГц Напомню, что базовая частота у этого чипа 2,5 ГГц И греется процессор всего лишь до 75 градусов Что касается графики, то у нее частота варьируется от 1650 до 1700 МГц И тут также графика греется до 80 градусов В среднем это показатели в районе 78-79 И среднее количество FPS у нас получается во время прохождения этого бенчмарка 35 кадров Хотя в реальности вы скорее будете видеть 30-32 в самой игре Следующая игра это Cyberpunk Я поставил все на пресет низкие И все равно у меня получилось в среднем где-то 30-35 кадров Это в среднем, но с регулярными просадками до 26 кадров Если ехать на машине по городу, то это будет просаживаться и до 21 кадра И в целом я бы назвал, что это не играбильно По крайней мере на Full HD разрешении Кто-то в распаковке беспокоился, что этот ноутбук будет адски горячий Нет, он не адски горячий Хотя график, как вы видели на всех других этажах игр, график греется сильно И с этим, к сожалению, ничего поделать не получится Теперь посмотрим на пару профессиональных приложений Это 3DS Max и Solid Wars, которые запущены из бенчмарка Spec Upref Ну, здесь на самом деле количество кадров очень небольшое Пускай профессионалы пишутся, это вообще как нормально такое количество кадров или нет Скорее всего нет, потому что 30-60, например, в обочке бенчмарка получалось стабильно больше 13-15 Крутилось все равно медленно, но хотя бы не так напрягало все вот это дело Не такими скачками все это происходило Что ж, а теперь давайте перейдем к самому вкусному, к стресс-тестированию Результат бенчмарка Corona 1.3 у вас уже на дисплее А далее мы переходим плавненько к AIDA64 И вот в стресс-тесте я покажу вам результаты как с Cooler Boost, так и без Cooler Boost Причем Cooler Boost можно включить только через пользовательские пресеты Создать свой пресет, там настроить максимальную производительность И вот только там включается Cooler Boost Приступим, наконец-то Тест только процессора На первом скриншоте результаты без Cooler Boost Средняя частота процессора 3.5-3.6 ГГц И чип греется до 84 градусов Второй скриншот все то же самое, но с включенной функцией Cooler Boost Мы видим, что там драматически ниже получается температура всего 76 градусов При том же самом энергопотреблении в 45 Ватт Далее, задействуем еще и видеокарту с помощью программы Furmark Без Cooler Boost Частота процессора падает до 2.7 ГГц Примерно столько же мы видели в футажах игр, где процессор действуется нормально Прогреваться начинает процессор до 76 градусов Энеропотребление тоже, соответственно, процессор сильно падает Графика греется до 77 градусов Что касается того же самого, но с Cooler Boost То температура процессора становится еще ниже, то есть она опускается до 62 градусов Но и там частота процессора не сильно выше базовой А графика начинает греться всего до 65 градусов И в обоих случаях графика держит 1300 МГц частоту И да, я специально для вас сделал крикшот, чтобы посмотреть, насколько различаются температуры А без Cooler Boost и с Cooler Boost С Cooler Boost там значительно ниже Без Cooler Boost там прямо вверх взлетают температуры Вот такой результат получилось всего Кто-то скажет, что надо было запустить игры еще и с Cooler Boost, чтобы показать, какая разница Но я могу ответить людям только то Ну, у вас есть стресс-тест, который наглядно показывает разницу в температурах В играх она еще более заметна, поэтому я не вижу смысла делать в два раза больше фотожей Конкретно о ноутбуке MSI GF63 То я думаю Если говорить о нем как о ноутбуке ультрабюджетно-начальном уровне Конкретно эта модификация с Windows стоит в районе 82 тысяч рублей на момент записи обзора Ну и можно ее купить значительно дешевле без винды Там что-то за 72 или 73 тысячи Ну, вот такие деньги, если мы рассматриваем ноутбук на актуальном железе Это, ну, низкая цена на самом деле Но проблема в том, что за эти же деньги сейчас можно купить лэптопы с видеокартами GTX 1660 Ti и 1660 Ti Max-Q, которые будут производительнее при всех схожих сценариях использования Да, здесь есть как бы и тензоры, и RT-ядер Но с мощностью в 40 Вт на графике вы мало где сможете все эти фишки применить И я смотрю на эту графику так Возможно, я бы не назвал ее игровой, но я считаю, что именно 40-ваттная версия RTX 50 Это отличная карточка для того, чтобы устанавливать ее в мультимедийные ноутбуки За место никому не нужные MX-450 Тут реально есть производительность, реально можно покрутить профессиональные приложения Можно поиграть в какие-то игры А MX-450, но она просто ни на что не способна И я бы хотел больше этих карточек видеть именно в мультимедийных ноутбуках И думаю, их скоро будет на рынке много Ну, а я все, что знал об этом ноутбуке, рассказал Большое спасибо за просмотр и до свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok